Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телестудия Карачаганак. С вами Достан Сактаган и сегодня в новостях. Ракетка и валанчик. Все, что нужно для занятия активным видом спорта бадминтоном. Борьба как способ отпраздновать Международный день защиты детей. На выходных в физкультурно-оздоровительном комплексе, что расположен в северной части города и построенной компанией акционерного общества «Конденсат» прошел районный турнир по бадминтону. Участие в нем принимали спортсмены, занимающиеся в секции при детской и юношеской спортивной школе, которая работает с октября прошлого года. На соревнования побывала и наша съемочная группа. Бадминтон для города довольно молодой вид спорта. Его развитие началось в октябре прошлого года, но несмотря на это, детей, которые занимаются в секции, уже порядка 40 человек. Главным же спонсором и идейным вдохновителем выступает компания акционерное общество «Конденсат». Это, можно сказать, вид спорта, который активно пропагандируется именно нашей компанией. Сейчас есть хорошие результаты по области. Ребята, которые обучаются в детской и юношеской спортивной школе города Уральска, сейчас занимают призовые места на республике. И мы хотели создать здоровую конкуренцию здесь, в Бурлине. Создать именно те условия, которые позволили бы нашим детям Бурлинского района, Оксая, обучаться данному виду спорта. Данный вид спорта входит в олимпийский состав. И он достаточно молодой, но очень активный в евразийских странах. И мы надеемся, что его активное пропагандирование здесь, в Бурлинском районе, даст хорошие результаты, как для дальнейшего резерва олимпийских чемпионов. Соревнование проходило по четырем группам. Это юноши и девушки 2007-2008 года рождения и юноши и девушки 2008 года рождения и младше. Общее количество детей, принявших участие в данном соревновании, составило 38 человек, из которых 21 мальчик и 17 девочек. Главный судья соревнований опровергла распространенную теорию о том, что бадминтон – это женский вид спорта. Нет, это совсем не так. Очень много парней у нас, ну и мальчиков занимаются. Сейчас даже у нас, если посмотреть, у нас больше мальчиков, чем девочек. Это, я вам, ну как скажу, силовой вид спорта все-таки. Это сила удара здесь. Все равно полет в Алана скорость очень быстрая. И поэтому, наверное, это не так, если считать, что это чисто женский вид спорта. Он одинаков, как и для девушек, так и для мальчиков. По итогам соревнований первые места заняли. В категории девушки 2007-2008 года рождения – Шалабаева Милана. Среди юношей того же возраста первым стал Алмасов Ислам. В младшей категории среди девушек 2008 года рождения и младшей первой стала Саберле Анкарим. Среди мальчиков того же возраста первым стал Галиакбар Голымбек. На этом развитие данного вид спорта не заканчивается. С его организаторов плана в ближайшее время открыть подобную секцию в селе Пугачево. Андрей Прозверов, Александр Овчинников, Алтенбек и Сагалиев. Телестудия Корчаганак. 1 июня отмечался Всемирный день защиты детей. К этому празднику проводились различные мероприятия. Одним из таких стало соревнование по вольной борьбе, прошедшее 3 июня в поселке Пугачево. За ходом соревнований следил мой коллега Андрей Прозверов. Несмотря на то, что День защиты детей празднуется один день, ряд мероприятий, приуроченных к этой дате, растянулся почти на неделю, так как за сутки уместить все не получится. Одним из таких мероприятий стало соревнование по борьбе, прошедшее в селе Пугачево. Стоит отметить тот факт, что соревнование носило областной масштаб, так как были спортсмены из Уральска и ближайших районов. Турнир проводится, чтобы популяризовать вольную борьбу олимпийского вида спорта. Именно этот вид считается борьбой вольной и греко-римминской олимпийской. Хотим, чтобы с нашего поселка появились хорошие чемпионы, будущие наши надежды олимпийские. С маленьких соревнований начинается их первый этап на дальнейшей жизни. Но общее число участников – 120 человек. Несмотря на свой юный возраст, все ребята старались и выкладывались на все 100%, и каждый боролся с упорством, присущим взрослым и титулованным спортсменам. Горос Савис抓 существо, областной масштабе. Что за победителем? Что за победителем? Ребята, запах! Горос Савис, рассматривая! Ребята, запах! Савис, рассматривая! Савис... В конце хотелось бы отметить тот факт, что хоть и не все спортсмены смогли завоевать призовые места, многие получили куда больше. Это опыт, который в следующий раз должен помочь им добиться лучших результатов. Андрей Просвиров, Александр Овчинников, Алтембек и Сагалиев. Телестудия Корочеганак. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет обзор самых интересных новостей страны и мира. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.